Я всех приветствую и очень рада, что все же таки наши партнеры вот вижу, кто работал в ДТЛС, в Биомедисе, приходил ко мне на диагностику и составляли программы. И все же таки я вижу вас все более жизнерадостными, более такими веселенькими. И когда смотришь на вас, даже по виду вы намного лучше сейчас выглядите, нежели тогда, когда вы приходили и мы с вами встречались только первый раз. Я поздравляю с сегодняшним таким светлым праздником. И я думаю, что не зря, вот видите, приехали наши спонсоры и наши информационные спонсоры, которые так прекрасно рассказали об этом приборе, который действительно имеет огромнейшее превосходство перед предыдущими приборами биорезонансной терапии. И я сама заинтересовалась этим прибором, тоже хотела бы купить себе, и я думаю, что мое желание сбудется, но не сегодня, а в ближайшее время. Потому что я таки настроена на то, чтобы быть самой здоровой, иметь возле себя всех своих членов семьи здоровыми, и как бы максимально помогать каждому пациенту, который обращается ко мне за помощью. И главное, как говорится, попадать в цель и не навредить. Ну, подскажу, вот из того списка, который вы видели, вы видели новые программы? Я сейчас конкретно хочу, да, Лена Николаевна сказала уже некоторые преимущества, и вы слушали Валентина. Я хочу более конкретно сказать. Ну, смотрите, когда приходите на диагностику к нам, да, мы определяем множество этих паразитов, которые являются первопричиной всех фактических заболеваний, да. Вот, лямбли не секрет, почти у каждого, а бисторхии почти у каждого. Рыбу любим, вот, и заражаемся этими паразитами. Когда я определяю бисторхии или Елена Николаевна, и делаем отметочку, галочку ставим, что они есть в вашем организме, и когда программируем или на биомедисе, или на детаэлисовском препаратах, вас немножко шокирует. А где же а бисторхии? У меня а бисторхии. Уже начитались по интернету, знаете, что это за паразиты, которые очень-очень вредны для нас, да, поражают гепатобилиарную систему, поджелудочную железу, дают очень сильную интоксикацию и так далее. И, к сожалению, в предыдущих приборах этого паразита нет. В этом приборе мы нашли, и я не дам соврать, потому что вот еще меня поддержит Елена Николаевна. Так что я думаю, что намного быстрее эффект получить. Здесь мы выставляем на бисторхии и частоты видим какие, он уже никуда этот паразит не уйдет. Его только разорвет на кусочки, хотя он сам микроскопичный фактически, да, вот. А так в тех приборах нужно ставить трематоды печени, трематода общая, трематоды крови, трематоды там поджелудочной железы, даже у нас нет таких. Здесь есть весь комплекс трематоды, 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 то есть более конкретно, более целенаправленно. Далее, очень много грибов. Вот когда, допустим, тоже проверяю на диагностике, определяю множество грибов. Это подкожные грибковые заболевания, во многих страдают ногти от поражения грибков, да. И к большому сожалению, к большому сожалению, ставя конкретно эти программы на убийство этих грибков, излечиться, правду вам говорю, очень тяжело. Бывает и три месяца проходит, да, но есть улучшения, приходят. Ой, да, спрашиваешь, ну как, проверяешь, еще немножко осталось, еще немножко осталось. Да, смотрите, а вот на этом пальчике уже нету грибка, а этот еще наполовину держится, и ничего нельзя сделать. Никак нельзя сделать. А дело в том, что не все частоты конкретно на те грибки, ведь у меня есть определитель с кодами грибков, и когда я нахожу конкретно какие микозы, какие грибки в вашем организме живут, да, к сожалению, по прибору Дета Элис и Биомедис, даже на андроиде, не могу выставить поименно эти грибки. То есть, совпадение частот здесь не происходит. И когда мы проверили, грибки какие в этом приборе, вот я сижу себе и мысляю, ага, думаю, ага, я же иду по этим грибкам, я иду по этим грибкам, они здесь все фактически есть в этом приборе. И причем высокие частоты, которых они просто не выдержат. А на ваш организм эти частоты в данном случае влиять не будут. Далее. Меня очень удивили программы, которые, ну сейчас уже медицина так шагнула вперед все же такие, где даже медицина классическая, ну просто что правительство, извините, у нас такое шаг, да и не дбают. Вот. Вот это проблема. А есть очень грамотные, умные врачи, изобретатели, которым все интересно, чтобы во благо здоровья человека работать, пациента, оздоровить нацию. Но, к сожалению, это не очень принимается во внимание. Так я хочу сказать то, что шаг в генной инженерии все-таки Украины большой сделан. Но, к сожалению, на приборах предыдущих у нас не было конкретных программ, такие, которые бы помогали как бы устранить или хотя бы помочь в какой-то степени пациентам, деткам и взрослым, которые имеют генетические заболевания. Что такое генетические заболевания? Это изменение в структуре ДНК-молекулы. Это изменение в структуре, значит, генов и хромосом. Мы определяем, допустим, по кодам, мы можем определить, есть эти заболевания или нет. Мы конкретно можем даже, не все можем определить, но уже пациент, который приходит уже с конкретным заболеванием генетическим, да, ну, например, гемофилия. Знаете, что такое? Знаете, не буду объяснять. Вот такое есть заболевание. Да, мы можем, допустим, определить это заболевание или давно уже, от рождения еще знаешь, что уже ребенок, заболевший этим заболеванием, очень его лелеет берегу, чтобы, не дай Бог, не случилось самое худшее, не наступила смерть от потери крови и самой маленькой царапинки. Так, здесь, в этом приборе есть несколько программ, то есть весь диапазон частот, который способствует, ну, у меня практики нет еще с этим прибором. Но, тем не менее, я вижу, что здесь даже не одна, как бы, программа, а несколько программ по излечению или оздоровлению, будем так, я боюсь сказать, что излечение на 100%, но, во всяком случае, для поддержки и оздоровления такого пациента, который имеет такое серьезное заболевание. И много других заболеваний генетических. Далее. Здесь есть, ну, не секрет, что мы не имели возможность побороть раковое заболевание. Он как клеточки уничтожится. И знаем, что Райф лечил за два месяца, устранял даже метастазирование у пациентов, которому ему привели. И эти пациенты встали с лежачего состояния, вышли и пошли работать. Его, конечно, убрали. Это вот такой врач не нужен был. Ну, слава Богу, сохранились эти частоты, с которыми он работал, и Генде Кларк, тоже частоты. И теперь, видите, зарубежные ученые эти частоты завели в этот прибор и считают, что все же таки можно помочь справиться и с этим недугом. И когда мы там пересматривали заболевания онкологические, там охвачены очень на первом месте гинекологические проблемы наши. И, ну, все-все заболевания, которые может иметь любая женщина, пусть Господь отводит от этого, конечно. Но там все эти частоты есть. И я думаю, что действительно, если так представить себе, вот в диапазоне до миллион триста герц, да, он как клеточка. Ну, мне хочется верить, и чтобы мы все поверили, не проверяя на себе, чтобы вы не болели этими болезнями. Но я думаю, что тяжело устоять этой клеточке перед такими частотами. И даже мозговые заболевания, онкозаболевания, и мужские, и нервные опухоли онкологического характера, здесь все-все-все это есть. И будем надеяться, что мы при помощи этого прибора сможем справиться и с такой бедой. Там мы не могли, там мы просто могли убирать интоксикацию, могли, что очень важно при онкологических заболеваниях, могли как бы немножко поддержать, ставя, ну, как бы на антистрессовые программы, как бы поддержку такую моральную, ну, в какой-то степени немножко проявите жизнь пациента такого, улучшить его состояние. Ну, хочется верить, конечно, не имея опыта еще, но посмотрев этот перечень, я думаю, что мы будем попадать в цель с этим прибором. И так можно сказать очень много-много, смотрите, сейчас сколько инсультов, да, инфарктов. Здесь тоже перечень очень многих инсультов, ведь инсульты бывают и инфаркты не только головного мозга и сердца. И здесь перечень этих инсультов. Далее, те, кто перенес уже инсульты, тем более, пусть даже микроинсульты, и не однажды, и никто не застрахован от того, что инсульт опять не повторится, или тот же инфаркт. Мы сейчас живем в таком, социум нас окружает, посмотрев только телевизор, несколько дней подряд, уже, не дай Бог, можно заполучить этот инсульт или инфаркт. Поэтому можно ставить программы, которые способствуют и предупреждению, и лечению, и реабилитации, восстановлению после инсультных, после инфарктных больных. Большой перечень этих программ. Далее, хочу сказать такое, что благодаря этому прибору, я думаю, что можно не только себя как бы уже лечить, а и предостеречь, потому что есть много таких программ интересных, я не буду вам сейчас называть, которые только-только даже связаны с войной, которая идет в Сирии. И здесь уже есть программа на то, чтобы настроить психосоматику и нервную систему пациента, любого человека, да? На то, чтобы он, ну, наверное, не реагировал на это все, понимаете как? И эти программы еще добавляются. Если там у нас было 3 100 или 3 200 программ, так здесь 4 600. То есть, этот прибор имеет более широкий диапазон программ, количество программ на полторы тысячи. И мы за час не могли даже их все пересмотреть. Очень мне понравились программы для глаз. Сейчас не секрет, многие люди теряют зрение. И очень много факторов, которые способствуют этому. И я знаю многих пациентов, которые уже оперировались и в нас, и в Одессе, и ездили и в Москву, и в Киев, и куда угодно. И им не только поправили зрение, а их вообще лишили зрения. Вообще лишили зрения. Да, это делали глаукомы, и катаракты, и одновременно две операции. И с этого ничего не получилось. Только хоть как-нибудь человек видел, а сейчас он вообще инвалид первой группы. И один, и второй знаю, и встречаюсь очень часто с этими людьми. Так, здесь для глаз очень такие программы, очень сильные. И лечение роговицы, и восстановление зрительного нерва, и астигматин. Ну, близорукость, там, дальнозоркость, это так себе еще такие программки, да. А вот астигматин попробуйте полечить, да. Далее, заболевание роговицы попробуйте полечить. Это только оперативное вмешательство, и то не у нас на Украине, а где-то в Германии, там, или в Израиле, и которое стоит, ого-го, где-то тысяч 60 тысяч евро. А может и больше еще. В этом приборе эти программы есть. Но, простите меня, не могу сказать, как они будут действовать. Но будем верить, потому что мы должны быть с вами оптимистами. Вот, и если нам уже, мы, я, например, не мыслю свою жизнь, и мои, допустим, мама, муж, без этих приборов, портативных приборов биорезонансной терапии. Скажу вам такое сейчас, приведу пример. Вот недавно случилась беда с одним человеком, который получил сразу, как бы, бронхит. Затем бронхит опускается в легкие, воспаление легких, правостороннее. И затем получается отсункованный, так называемый, плеврит. Это самый гадостный из всех плевритов, которые есть. Который провоцирует или же туберкулез, или в самом лучшем случае онкологию. И человек пролежал полтора месяца и в таракальной хирургии. Восемь раз ему отсасывали жидкость с плеврой легкого, да? И поверьте, за полтора месяца никто не определил причину. И только наша диагностика подтвердила. Я нашла стриптококс зеленяшкий, очень активный, с гемолитическим. Далее, я нашла аденовирус активный. И третий или четвертый уже паразит, это вообще, который и спровоцировал. Это пневмоцистоскорини. Это такой паразит, который, ну, как бы проникает именно в дерево бронха, в альвеолы, и проникает в плевру, способствует сильному воспалительному процессу. Если его не убивать, значит, загноение идет, атипичные клетки онко, туберкулез, микоплазма, туберкулезная палочка присасывается, притягивается, и все, не спасает. И когда его прошуровали четырьмя видами антибиотиков, по четыре капельницы в день, вытаскивая тысячу гривен в сутки, и когда, да, и разводят руками, а что же, онкологии нет, туберкулеза нет, антибиотики, больше ничего. И когда я подключила прибор на пневмоцистоскорини, подключила на гемолитический зеленящий стриптококк, аденовирус, и вот так спал и спит еще до сих пор, когда поступал в СОЯ было 62, роя, да, гемоглобин был в 90, сразу поставили под вопросом онкологии, сразу поставили онкологию, налечили антибиотиками, и в конце концов получилось, что вот такой вот приврит вот этого, а когда выписали, говорят, а что же там за причина была, они разводят руками, а не знаем, идите еще сдайте на кандиду. Нету кандиды, говорю. Почти 120 гривен уплатили за эту кандиду, за анализ, и, слава Богу, его не обнаружили. И благодаря этому прибору, когда мы начали убивать эти паразиты, вчера сдали анализ, выписывался с больницы, уже было 37. Вот не вру, потому что Господь накажет, тем более сегодня такой праздник, за две недели у нас уже по анализу крови гемоглобин 129, роя 4, я в шоке была. Ну не может такого быть. Ну там подключили человека, который сам в лаборатории работал, и сидел, платили деньги, чтобы не было никуда шага, ни назад, ни куда шага был, и более точный анализ. Вот вам действие препарата, прибора, прибора. Ну а если бы сразу и там плеврит есть, допустим, да, мы поставили плеврит и эмфизему, но когда, меня этот вопрос очень заинтересовал, я, вы знаете эту проблему тоже, но вы помните, что когда мы пересматривали, я говорю, о, вот эти программы есть, здесь более расширен диапазон этих программ, как и частот. И я уверена, что этот прибор принесет нам здоровье, а будет здоровье, значит будет благополучие, и радость, и достаток, и успех. Дай Бог вам здоровья, всем счастья, и хочу вас как бы благословить на то, чтобы вы каждый смог в ближайшее время приобрести такой прибор. Спасибо.